Давайте отвечу на несколько вопросов. У нас осталось около получаса для вопросов и ответов. Можете попросить меня объяснить что-то, если я этого не сделал, если вы этого не поняли. Или насчет видео, что в нем происходило, почему это происходило, как я начинал, рассказы про тюрьму. Что хотите, я здесь для вас. Сначала кто-то показался вон там. Допустим, я захотел стать вегетарианцем. Средняя цена за неделю в сравнении с тем, кто ест мясо, ходит в Walmart, Target или Kogger, продуктовые магазины, которые в целом не делаются для вегетарианцев или веганов. Какова будет разница в цене? Это будет дешевле. Существует распространенный миф о том, что быть вегетарианцем дорого. Давайте я объясню это парой способов. Во-первых, самые дешевые продукты на рынке веганские и без вреда другим. Рис, бобы, чечевица, макароны. Не забывайте, что именно поэтому бедные люди во всем мире, а не вегетарианцы. Употребление мяса – это роскошь. Оно дешево в Америке лишь потому, что мы его субсидируем до предела. И я хочу, чтобы вы добавили в это уравнение одну вещь, которую никто не хочет учитывать. Здоровье. Лекарства. Посещение больниц. Врачей. Все эти таблетки, все витамины, здравоохранение – эти вещи не были созданы для веганов. Они – результат употребления мяса. Мне будет 40 в августе. У меня нет страхового полиса. Я не принимаю витаминов. Я не хожу к доктору. Мне этого не нужно. Я правильно ем и физически упражняюсь. Если вы примете во внимание вопрос здоровья, то мясоедение – точно самый дорогой тип питания. Также не забывайте, что если вы покупаете обработанную пищу, веганскую или нет, вы всегда платите чуть больше. Если вы платите компании Turtle Island Foods, чтобы вам приготовили топ-форки. Если вы платите Lean Cuisine, чтобы вам приготовили какое-то мясное блюдо. Это всегда обходится чуть дороже, потому что кто-то делает это за вас. Поэтому, если вы хороши на кухне, вы также можете сделать эти вещи самостоятельно. На сайте у меня есть раздел для рецептов, а также разделы для ресторанов и продуктов. Вы всегда можете найти там что-то такое. Вы можете связаться со мной, узнать, как я готовлю ваше любимое блюдо. Я решу этот вопрос. Моя девушка тоже прекрасный повар. Примите в расчет все эти вещи. Позвольте мне добавить, если вы едите не дома, вне зависимости от того, едите ли вы мясо или вы веган, это тоже всегда намного дороже. Не вините все на «Ой, я сходил в веганский ресторан, и он был таким дорогим». Знаете, Outback Steakhouse тоже не такой дешевый, как и Longhorn Steakhouse и другие места. Если вы ходите в рестораны, такие как Subway, их вегетарианский сэндвич, когда не проходит распродаж по 5 долларов, этот сэндвич всегда самый дешевый пункт в меню. На итальянском хлебе, веганский. Если вы ходите в Taco Bell, возьмите буррито с бобами без сыра. 99 центов, чуть не даром. Я говорю об этом потому, что студенты постоянно пытаются мне сказать. «Гарри, я понимаю, что ты говоришь, но у меня нет денег. Я учусь, в колледже есть только доллар, надо идти в Макдональдс». Ну, вы можете заняться тем же грязным дерьмом в Taco Bell, ладно? Я говорю грязным дерьмом потому, что если вы едите в Макдональдс, не рассказывайте мне, что это ради вкуса. Да, пожалуйста. Как имитируется вкус мяса в веганском блюде без использования мяса? Да, при правильной комбинации овощей и специй, вы удивитесь тому, что можно имитировать. Например, существует много рыбозаменителей. Я говорил о креветках в одной компании. Зайдите на сайт Veggie World. Veggie World.com. У них есть имитации лобстеров, трески, лосося, любого рыбного продукта, который вы ищете. Они используют морские водоросли. Водоросли придают рыбный запах и вкус. Все вы пробовали шампиньоны. Если закрепить шампиньон на гриле, вкус очень похож на стейк. Поэтому грибы используются для получения вкуса говядины. Женщина, которая управляет моим разделом рецептов, Эми Болл, одна из лучших поваров, о котором никто не знает. Я проезжал через Сан-Франциско несколько лет назад. Одно из моих преимуществ при поездках – это то, что я получаю возможность есть в разных частях страны. Я знаю обо всем веганском. Я заехал к ней домой, и она говорит – «Хочешь веганское вареное яйцо, Гэри?» Точнее, она не сказала «веганское». «Хочешь вареного яйца?» Я говорю – «Ты шутишь? У тебя есть веганские вареные яйца?» «Ты о чем? Не бывает веганских вареных яиц!» Она – «У меня есть одно для тебя». Она берет авокадо, разрезает пополам, вырезает половину этого. Представьте себе авокадо. Представьте вареный желток. Одна и та же текстура. Одно желтое, другое зеленое. Она берет авокадо и кладет его на веганское пюре, которое она сделала с конопляным или рисовым молоком. В зависимости от того, какое молоко она использовала в тот день. Это имитировало внешнюю мягкость яйца. Она посыпает это двумя щепотками соли и говорит – «Откуси, черт возьми, веганское вареное яйцо». Так что, если у вас действительно творческие люди на кухне, а таких поваров много, они могут придать вкус другого продукта чему угодно. Это то, чем они занимаются. Без химии. Да. Некоторые из этих готовых блюд добавляют ли туда много натрия и кукурузного сиропа, кроме всего прочего? Там точно есть натрий, без сомнений. И соль – это то, что придает вкус многому. Так что вам нужно присматриваться, если вы хотите следить за уровнем натрия. Но я не хочу, чтобы люди думали о натрии перед тем, как думать о животном белке, холестерине, насыщенных жирах и остальных вещах. Это довольно бессмысленно. Это как если кто-то курит сигарету передо мной и говорит – «Эй, Гэри, тебе не стоит курить эту траву». Я отвечаю – «Что? О чем ты говоришь?» Если вы делаете что-то вредное для здоровья, какой смысл в попытках найти, уйти от чего-то, что может навредить вам? Да. Как я понимаю, основная идея веганства в том, чтобы не эксплуатировать или вредить живым существам. Правильно? Любым. От коров до дрожжей. Но как насчет ситуации, когда нужно бороться с паразитами, бактериальными инфекциями, болезнями от этого? Как заботиться о себе? Да, самозащита – допустимая форма защиты. Это понятно. Но, например, врач, с вашими взглядами, ему надо проникать туда и убивать, то есть прижигать. Убивать что? Бактерий? Вы основатель людей за этическое обращение с бактериями? Вещь, которая беспокоит меня при таких вопросах – то, что вы хотите приравнять коров к паразитам и бактериям. Нет, я приравню бактерии к дрожжам. Ладно, но вредят ли вам обычно бактерии? Когда они делают это, тогда они вредны. У вас есть право на защиту и убийство того, что вам вредит. Давайте я объясню иначе. Если мы бы с вами шли через лес и медведь напал, напрыгнул бы на вас? Вы правда думаете, что я бы просто так сказал «Упс, мне жаль, я веган, чувак». Я бы отхерачил или попытался бы отхерачить этого медведя и откинуть его с вас для самозащиты. На вас напали. Если бы какой-то человек напрыгнул на вас без причины, я бы тоже вас защитил. Если бактерии убивают вас и разрушают ваше тело, у вас есть право уничтожить бактерию, которая пытается уничтожить вас. Не забывайте, коровы не нападают на нас. Курицы никогда не атаковали людей за всю историю. Мне интересно другое. Почему мы думаем, что мы лучше куриц, когда мы убиваем от 35 до 40 миллиардов куриц каждый год на этой планете? Мы делали это тысячи лет. Почему убийца лучше убитых? Почему притеснитель лучше притесняемых? Мы получили перевернутую картину этого. Мы не лучше их. Мы нападаем на них, что делает нас менее важными. Делает нас хуже. Делает нас злом. Да. Допустим, что население мира сейчас 8 миллиардов. В крайней мере в Соединенных Штатах большинство считается мясоедами. Так. И лишь некоторая часть мира отдается под фермы, где можно выращивать пищу. И мне просто кажется, что если бы большинство людей стали веганами, то... Я знаю про вашу цитату о том, как 65% зерновых идут на мясные продукты. Но как бы мы жили без мясных продуктов, кажется, это то, что я пытаюсь спросить, или без яиц, или... Чудесно и легко. Давайте я дам еще немного статистики. 95% сои в Америке, пища для животных. 80% укурузы в Америке, пища для животных. 70% овса в Америке, это пища для животных. Если бы мы ели все это напрямую, знаете ли вы, что один акр земли может производить 30 тысяч фунтов моркови, 40 тысяч фунтов картофеля и 50 тысяч фунтов помидоров. На одном акре земли можно получить лишь 250 фунтов мяса. Мы бы использовали меньше земли, было бы меньше вреда естественной среде, если бы мы просто ели эти растения напрямую. Пожалуйста, откройте секцию Environment, окружающая среда, на моем сайте. Или зайдите на сайт под названием EarthSafe.org. Каждый будет накормлен. Еще вот что хочу сказать. Крупнейшая мировая организация типа Накормим голодных называется Food for Life Global. Пожалуйста, поищите про нее в интернете. Я узнал про эту организацию, которая использует только вегетарианскую и веганскую пищу для кормления людей. Это 2 миллиона блюд в день. Я узнал о ней около 10 лет назад. Я также узнал про вторую по величине организацию на земле, которая занимается кормлением голодных. Plenty. Ее сайт Plenty.org. Обе организации вегетарианские. Итак, я отправил письмо обеим главам этих компаний. Господи, это замечательно. Наконец-то кто-то понял, что не нужно вредить животным для помощи людям. В ответ я получил письма, которые выглядели почти одинаково. Смысл был примерно такой. Суть не в том, что мы делаем это по этическим причинам. И мы не хотим спорить с вами, не хотим устраивать полемику на этот счет. Мы делаем это потому, что это дешевле. И мы кормим в 20-30 раз больше людей при использовании вегетарианской пищи, чем когда мы, когда мы используем мясо. Следующий вопрос кто-то вот здесь, вон там. Я согласен с вами насчет овощей, фруктов и всего такого, что все это очень хорошо для людей. Но мне кажется, что, скажем, обработанная соя вредна для нас, потому что она приводит к выработке дополнительного эстрогена в теле. Ну, на эту тему есть кое-что интересное. Если люди видят проблему сои в эстрогене, в мясе и корове молоке в два раза больше эстрогена, чем в сои. Но давайте я разберу этот вопрос для вас. Эстроген, который есть в сои, это фитоэстроген. Фито, на основе растений. Фитоэстрогены не приносят вреда телу человека, как бы то ни было. Это животные эстрогены, которые нарушают работу тела. И у меня есть хорошая новость для вас. Если вы очень обеспокоены употреблением сои в пищу и не хотите этого делать, не делайте. Потребление сои не значит, что вы не можете быть веганом или ее неупотребление. Есть пшеничное мясо или просто обратитесь к основу веган. Есть и фрукты, и овощи, и чечевицу, и бобы, и так далее. Не обязательно делать сою частью вашей диеты. И если вы хотите зайти на мой сайт, а я надеюсь, что зайдете, у меня там появилась новая секция обо всех мифах о сои. Многие из них распространяются мистером Майклом Поланом. Дилеммы всеядных. Кстати, в чем там, черт возьми, дилемма? Для людей так проблематично быть добрым, а не жестоким к животным? Майкл Полан, кстати, охотник, неоплачиваемый представитель мясной и молочной индустрии. Пожалуйста, не ходите на фильм «Корпорация еда». И не читайте его книгу «Дилеммы всеядных». Он не представляет из себя ничего, кроме как копию Теда Нюджента. Да. Мне интересно, покупаете ли вы только продукты, которые сделаны в США? Потому что вы как бы выступаете за отказ от жестокости? Ну как насчет жестокости при использовании дешевой рабочей силы? Покупаете ли вы только американское? Да, в последнее время. Можно посмотреть на этикетку от производителя «Хэмтаун». Я покупаю вещи у веганских компаний, которые справедливо оплачивают. И да, я больше не покупаю вещи в «Таргет», «Кохлз» и им подобных. Есть еще много вещей, о которых нужно думать. Я рад, что вы подняли этот вопрос. Но давайте не забывать, что основная форма жестокости на планете – это то, что мы делаем с животными. Но, пожалуйста, занимайтесь и другими проблемами. Избегайте предприятия с дешевой рабочей силой. Пытайтесь поддерживать местного производителя и все в этом роде. Вы считаете, что это доступно в плане цены? Да. Смотрите, я купил три футбола. Я как раз заказал их, и они стоили по 9 баксов. Да, они были очень дешевыми. Жить этично – это не так сложно, как думают люди. Это всегда так кажется, потому что мы привыкли к другому пути. Не думать о том, откуда появляются продукты, что случается с другими животными и другими людьми. С каких стран вас выставили? Канада выставила меня первой в 1999. Это случилось потому, что в 1997 я решил, что хочу не только быть веганом, но и лично освобождать животных, которых содержали в заперти. Поэтому я пошел в концентрационный лагерь для норок, меховую ферму для животных «Elbert's Firm Farm» в Блендхейм, Онтарио. Я из Мичигана, и Канада там рядом, около получаса или 45 минут оттуда. Я зашел на эту ферму и открыл клетки с 1542 норками. Норок в меховой индустрии убивают двумя путями. Первое – им вручную ломают шеи, вытаскивают их из клеток и переламывают шеи от чего-то колено. Или их убивают газом. Отсылка к разговору о концентрационных лагерях. Что-то пошло не так в тот вечер. Я был арестован, и вскоре 540 норок сбежало в ту ночь. В заборе по периметру были вырезаны дыры. Там была небольшая крутая дорога, а дальше было 600 акров леса. Это все, что им нужно было перебраться через улицу, найти путь в утро. К сожалению, тысяча норок не покинуло территорию, поэтому они были обречены. Все, что я могу дать им или кому-то еще, это был бы шанс на свободу. Давайте смотреть правде в глаза. Если бы вас всех содержали в заперти, ваши шеи бы собирались переломать, вашу кожу содрать с тела, чтобы кто-то другой мог сделать пару шапок, вы бы все думали, блин, я надеюсь, Герри придет в полночь, откроет эту проклятую клетку, даст мне шанс. Так что я был арестован в ту ночь. Посажем в тюрьму строгого режима, кстати. Мне дали 6 месяцев тюрьмы. Я отсидел 77 дней перед тем, как меня депортировали. Выставили меня и сделали персоной нонграта. И дайте мне еще рассказать вам небольшую историю. Когда я был в тюрьме, то со мной были довольно плохие люди. Растлители малолетних, насильники, убийцы. Люди, которые пытаются порезать людей. Мне пытались дать урок. Меня посадили в одно из худших мест в той области. Меня посадили в одну камеру. Первый день. В помещение для задержания перед тем, как меня переселят в другую камеру. И там телевизор влух. И у Альфа-Самфа пульт он нажимает. 5, 6 новостей. Главное событие Канады. Международный террорист Герри Юровский отправлен в тюрьму этой ночью. Я получил описание международный террорист при каждом упоминании моего имени. Я из Мичигана и все происходит в Канаде. Теперь я всемирный. Я никого не знал в первый день. Я стою в задней части камеры. Они все собрались возле телевизора. И наконец до них доходишь, что я с ними. Один из них стоит примерно так. Эй, этот мужик сзади, этот же... Он ходит по камере. Этот мужик сзади. Итак, Альфа-Самец входит в дело. Он подходит ко мне довольно большой мужик и говорит. Ты международный террорист. Я сказал... Да. Потому что это смешно, мужик. Ты не выглядишь как международный террорист. Я сказал, может потому что я прямая противоположность этого. Вот что я сделал. Я освободил норок, кем собрались переломать шеи. Первое, что он сказал мне... Я много проповедовал в тюрьме. И первая вещь, о которой мне все говорили... Ээээ... Ты что-то разумеет такой норок? Это как большой хорек из семейства грызунов. И следующее, что мне всегда говорили... Я не передаю это дословно, но интонация корректна. Это выглядело примерно так же. Подожди секунду. Тебя посадили сюда с нами? Потому что ты освободил каких-то крыс? Ударение всегда было с нами. Они знали, что я был плохими людьми. С нами? Я говорил, нет-нет-нет. Они поместили меня сюда с вами потому, что я также нанес убытков на 2,1 миллиона для меховой фермы. И на постоянной основе на сегодняшний день убрал того человека из бизнеса. И мы не толерантны к экономическому саботажу в нашем обществе. Я хочу, чтобы вы подумали еще об одной вещи. Когда меня только арестовали, то мне отказали в праве освобождения под залог. Они думали, что я выйду под залог и вернусь в Мичиган. А экстрадиции из-за освобождения норок не существует. Таким образом, слушание об освобождении под залог шло 10 дней. Я упоминаю это, потому что хочу бросить вызов всем в этой комнате. Найдите для меня 10-дневное слушание о залоге для насильника, убийцы или педофила. Этого не будет, но освободитель норок получает 10 дней. На 10-й день мой адвокат Стив Роган узнал, что именно эта судья Эллен Бабко, которая 10 дней отказывала мне в праве залога, недавно отпустила мужчину из Мичигана, тремя неделями раньше, под залог в 1 тысячу долларов за преступные действия сексуального характера второй степени. Знаете, как судьи могут себя вести, когда они не хотят что-то выслушивать в зале суда? Она краснеет, максимально повышает голос и говорит, Стив, не смейте поднимать этот вопрос в зале суда. Это не имеет никакого отношения к делу, и ты это прекрасно знаешь. В это время я сижу в помещении для подсудимых, не могу поговорить с моим адвокатом, он ходит взад и вперед по залу. В моей голове было, не отступай, не отступай. Он ходит и ходит, а я думаю, давай, Стив. Через 30 секунд он поворачивается и говорит, Знаете, что, ваша честь, это имеет прямое отношение к делу. Мой клиент пытался предотвратить жестокость. И на этом этапе он хочет сесть в тюрьму, сделать заявление от имени животных. Вы выпустили под залог того мужчину из Мичигана за изнасилование женщины. А моему клиенту вы откажете в залоге? Она посмотрела на меня впервые за 10 дней. И я такой. Так, залог 10 тысяч долларов. Соглашаетесь вы с нарушением законов или нет? Но я надеюсь, что вы понимаете. Каждый, кем мы как общество восхищаемся, Доктор Кинг, Ганди, Роза Паркс, Генри Дэвид Тора, Иисус, были радикальными нарушителями закона. Абсолютно каждый человек на этой планете, который что-то значительно изменил, был радикальным нарушителем закона. Даже если вы по какой-то причине думаете, что я не должен нарушать закон, или что люди не должны нарушать законы, вы не можете говорить, что залог за изнасилование женщины должен быть 1000 долларов, а за освобождение каких-то крыс – 10 тысяч. Подведем черту под этим. Сексуальное насилие над женщиной не влияет на экономику. И нам нет дела до вещей, которые не влияют на корень всех зол. Деньги. Еще вопрос? А. Что изначально повлияло на вас? И Б. Что за татуировка у вас на руке? Татуировка. Это я в маске и держу зайца. Там написано «Priestal et Perstal». Я стою твердо и стою первым на латинском. И еще там написано «Alf». Animal Liberation Front. Фронт освобождения животных. Это такой коллектив, который существует. Там нет членства. Но каждый, кто освободил животное или разрушил место, где его пытают, считается членом АЛФ. Что повлияло на меня? Мой отчим работает клоуном в цирке Шрайн. Он повел меня за сцену, когда мне было 23. И учтите, у меня тоже были шоры. Меня не заботили животные, кроме собак, которые были в моей жизни. Или когда бурундук пробегал возле меня, то я восклицал «Эй, это бурундук». Я был как все, я ел мертвых животных. Меня не заботили коровы, свиньи и то, через что они проходят. Он пригласил меня за сцену и сказал «Хочешь пойти посмотреть на слонов?» И я такой «Конечно, я хочу увидеть слонов, ты это серьезно?» «Можно я возьму с собой Венди?» «Мы спутницы на то время». Он сказал «Да, приводи Венди». Мы с Венди идем за сцену, наполнены эмоциями. Мы игриво толкали друг друга. Я первый, первый, первый. До тех пор, пока не пришли туда. И мы просто намертво остановились. Когда вы видите жестокость перед собой, то вам не нужно чье-то объяснение этого. Я знал, что смотрел на зло. Три слона были построены и в сепях. Передняя и левая лапа. Задняя и правая лапа. Каждая лапа закреплена цепью к полу из цемента в складском помещении выставочного комплекса штата Мичиган. Я посмотрел налево и увидел. Я увидел обезьяну, кричащую и ухватывающуюся за решетку своей тюрьмы. Справа я увидел двух тигров, которые ходили туда-сюда, вызывая жалость. Я повернулся к Венди. Извините за выражение, но я скажу, что именно я сказал тогда. Я сказал, какого мать твою хера слон вообще находится в Детройте на восьмой миле и в Удвартовеню? И она ответила, я не знаю. Мы подошли ближе, лицом к лицу, со слонами. И если почувствовать ту энергию, пожалуйста, не думайте, что это странно. Мы постоянно это делаем. Как с малышами, младенцами, которые не говорят. Но если младенец начинает плакать, пожалуйста, нет, ты хочешь пить? Что, ты голоден? Надо сменить подгузник? Вы бы поняли, посмотрев на глаза, на движение. Эти слоны двигались вот так, как при неврозе. Я не специалист по слонам, но я знаю, что это не характерное для них поведение. Позднее я узнал, что каждый слон в любом цирке подвержен невротическому поведению. Потому что он на привязи. В природе слоны проходят 20-50 миль в день. Я посмотрел им прямо в глаза. Я не увидел ничего, кроме безнадежности и страха. И я понял, что что-то было не так. Это заставило задуматься, откуда берется моя еда, откуда берется моя обувь. Что именно происходит внутри лаборатории по исследованию животных. Тогда я и начал разбираться. Я уже упоминал это. Я начал посещать скотобонию для свиней Торнепл Воли. Я начал посещать лаборатории по исследованию животных. И сначала я сопротивлялся, как и все. Ну, как многие люди это делают. Я не хотел останавливаться и есть животных. Что я еще буду есть? Салаты целый день? В смысле, это как... Существует миф, что все веганы живут только за счет листьев, салата и помидоров. Да, это неправда, но это то, как я тоже тогда думал. В любом случае, чем больше я об этом думал, тем скорее я понимал, что я был лицемером. И вот парадокс, о котором я хочу, чтобы вы подумали. Почему мы называем одних животных питомцами, а других ужином? Почему мы боремся за права определенных животных? Чтобы они были счастливы, любимы, защищены. Собака-кошек в Америке. Ну, как с другими? Эй, отрубаем клювы! Эти чертовы курицы, руби их в полном сознании! Эти свиньи, эти поросята! Отрывай их яйца, чтобы их... Это все большее лицемерие. Вы можете видеть выбор, который я делаю. Все, о чем я вас прошу, класть голову на подушку каждую ночь. И знать, что вы не ответственны за преднамеренные проявления жестокости. И еще раз, мир достаточно жесток для нас и особенно для животных. Должны ли мы ухудшать ситуацию, поедая их? Нет нужды на сегодняшний день и век употреблять любые продукты животного происхождения. Пришло время оставить это. Когда я вошел сюда, то я заметил, что вы не член ПЕТА. Почему так? Ах, я попался, мне конец. Полное разоблачение. С 2002 по ноябрь 2005 ПЕТА оплачивала мой тур. Я никогда не был сотрудником ПЕТА. Я брал их деньги как у спонсора, как независимый контрактник. Я беру деньги у кого угодно, чтобы использовать их на хорошие дела. Я не считаю, что неправильно брать грязные деньги и делать за счет них хорошие дела. ПЕТА перестала мне платить в ноябре 2005. И объяснила это тем, что образование не важно. Да ну. Это единственная вещь, которая когда-либо делала мир лучше. Просвещение других о том, почему они не должны дискриминировать или вредить другим. Но, подводя черту под ПЕТА, корпорацией которой она является, с ее корпоративной штаб-квартирой в Норфолке, Вирджинии, я беру деньги, а не делаю деньги. Я сказал вам это во время лекции. Все так и есть. Я никогда не брал денег за лекции в учебных заведениях. Я ни разу не брал денег у профессоров за встречу с их группами. Я никогда не передавал студентам тарелок для сбора средств. Я не считаю, что нужно платить, чтобы узнать правду. Итак, о ПЕТА. Это стоит около 64 тысяч долларов, чтобы организовать такой тур. 35-40 за переезды, отели, аренду машин, бензин. Это не дешево, потому что я нахожусь в поездках 7,5 месяцев в год. Я беру остальные деньги, чтобы жить и оплачивать коммунальные услуги. Что скудно. Скудное жалование, которое я получаю за то, что я делаю. А в конце концов, бухгалтеры пришли в штаб-квартиру ПЕТА. Офис Ингрид Ньюкерк, основателя и президента ПЕТА. И сказали, мы платили Гэри по 64 тысячи 3 года, а это 192 тысячи. Мы также дали ему 20 тысяч для записи его лекции на DVD, которые он раздавал студентам бесплатно, когда должен был брать по 10 баксов. Когда я только получил эти DVD, то люди постоянно подходили и говорили, Гэри, я хочу поделиться этим с моим парнем, моей девушкой, моим папой, моей сестрой, кем угодно. И я отвечал, о, отлично, у меня есть несколько DVD, они стоят по 10 баксов. И знаете, типичный студент отвечал, я на нуле, я студент, как это 10 баксов? Я говорил, хорошо, вот возьмите. В итоге я раздал как минимум 95%, если не больше, из всех этих DVD. Ну, ПЕТА об этом узнал, и они были недовольны. А я тогда говорил, вы делаете 25 миллионов в год, и вы не можете раздать несколько тысяч DVD людям, которые сейчас очень хотят узнать больше о правах животных и веганстве. Это, как вы понимаете, конечно, прекратило наше сотрудничество, когда они перестали меня финансировать. Но кое-что еще. Я всегда осуждал ПЕТА. Когда я начал, когда я брал их деньги, сейчас, когда я не беру их деньги, то я все равно их осуждаю. Они эксплуатируют женщин, их методы смехотворны. Им всегда нужна раздетая женщина, например, Пэм Андерсон. Они всегда хотят помещать сиськи Пэм Андерсон на рекламные щиты. Послушайте, я врубаю, что Пэм Андерсон заботится о животных. Правда. Но ее сиськи не делают никого веганам. Когда я говорил это Ингрид, то она отвечала. Знаете ли вы, насколько больше людей любят эти рекламные щиты, чем ваши лекции? Говорю, ну тут никакого сравнения на миллионы больше. Значит ли это, что ребята, которые проходят по Таймсквер в Нью-Йорке, а там рекламный щит с помеллой, то они и говорят. Черт, смотри на эти сиськи. Пойдем купим тофу. Там нет никакой связи. Слушайте, я понимаю, я понимаю, почему эксплуатируется сексуальность. Женщины эксплуатируются для продажи товаров. Мне это не нравится. Но если сказать парням, нанесите этот спрей, и 12 женщин схватят вас в коридоре и займутся с вами сексом. О да, парни будут просить, дайте мне экс, распределите это по всему телу. Вы скажете, парни, с тобой будет спать, если купишь Харли. О да, парни захотят пойти и купить Харли. Но когда вы покажете сиськи и помылы Андерсон, ничего. Вошло, вышло, никакой эффект. И есть куда больше ужасных вещей, связанных с ПЭТом. Вообще, на моем сайте есть эссе. Если нажать на Other Animal Rights Issues, то там будет эссе под названием What's Wrong With ПЭТа? И What's Wrong With The Human Society of the USA? Это не что иное, как организация за благополучие животных, которая не хочет видеть, вообще освобождать животных. Следующий вопрос. Начнем отсюда и вернемся туда через секунду. Вы до этого упомянули о питомцах. Что вы думаете о том, когда содержат питомцев, хищников и кормят их мясом? Плохая идея. Так, давайте здесь будет вводная часть. Я не ставлю под сомнение чью-либо любовь к их собаке или кошке. Если вы разумный человек, разумные люди, у которых есть собаки и кошки, обращайтесь с ними как с членами семьи, в отличие от Майкла Вика. Но вы подняли большую проблему касаемо них. Первое. Они хищники. Это значит, что нам нужно порабощать и убивать больше коров, свиней, куриц, индюшек и рыб, чтобы накормить собак и кошек, которые нам нравятся больше, чем коровы и свиньи. Выслушайте меня на этот чек. Мне нет дела до того, что хищники делают сами по себе в природе. Кому какая разница? У меня есть сериал Planet Life, сериал Planet Earth. Я смотрю это на National Geographic. Я могу смотреть на льва, разрывающего зебру на части. Это меня не беспокоит. Но убивать для них это не наше дело. И я объясню это по-простому. У кого есть кошка? У кого-то должна быть кошка? Передний ряд, кто-нибудь? Вы когда-нибудь выходите на улицу и убиваете птиц для вашей кошки? Нет, кот приносит их. Спасибо. Кот делает это сам. Никто не убивает птиц для своего кота. Но вы платите людям на скотобоньях за убийство птиц для Science Diet, Lumps и других кормов. Так же, как мы платим людям за убийство куриц и свиней для нас, потому что большинство людей не может вонзить нож в чье-то еще горло. Поэтому иметь хищников и питомцев плохая идея. Есть хорошая новость. В наш день и век существует веганский карман для собак и кошек. При всем сказанном, я здесь не для того, чтобы сделать ваших собак и кошек веганами. Я не для того был выставлен из пяти стран. Кстати, четыре других страны, о которых вы спрашивали. Англия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия. Хоть я никогда в жизни не ходил по их земле. Они выставили меня заранее, потому что им не понравилось в моей эссе. Но я нервный. И они были арестованы 13 раз, чтобы сделать ваших кошек и собак веганами. Но если бы вы знали, что содержится в кормах для собак и кошек, дайте мне упомянуть еще одну проблему с содержанием собак и кошек. Мы слишком много их разводим. Каждый год в питомниках мы убиваем от пяти до десяти миллионов кошек и собак. Питомники теперь скотобоины. Поэтому еще необходим мораторий, пока каждая клетка не пустая. Но эти пять-десять миллионов собак и кошек в питомниках, которых мы ежегодно убиваем, поднимите руку, если вы думаете, что они оказываются на свалке. Вы не правы. Раз в неделю. Подъезжает перерабатывающая машина, подбирает их, перемалывает их и продает Science Diet, Alpo и Limes. А также остальным компаниям корма для животных. Таким образом мы делаем наших собак и кошек каннибалами. Они даже не едят настоящее мясо, которое они бы обычно ели. Я совсем не говорил о химикатах в животных, которые едят люди. Это и для вас тоже. Это еще односторонняя проблема. Я больше заинтересован в этических проблемах и так далее. Ладно, но они едят мясо, перемешанное с химикатами. Они едят то, что остается на полу скотобойни. То, что мы не едим. Каждый раз, когда из продажи отзывают мясо или шпинат из-за кишечной палочки, вы же не думаете, что это попадает на свалку? Science Diet, Alpo и Limes. Поэтому веганская пища лучше для них. Сейчас я хочу вам очень быстро показать кое-что. Я даже знал, что это все произойдет этим летом. Я никогда этого еще не показывал, но мой пес Рекс ушел из жизни в 2004. Ему было 15 лет. И Рекс был веганом 9 последних лет своей жизни. Nature Shurseye. Веганский корм для собак. Не говорите мне, что Рекс не выглядит восхитительно. Потому что он так и выглядит. Потому что когда я путешествовал с ним, а он часто был со мной в дороге, то я показывал его ветеринарам, когда было нужно. Каждый ветеринар удивлялся и говорил, Боже, Гэри, вам нельзя делать своего пса веганом, если вы веган. Он хищник. Я отвечал, давайте, проверьте его кровь. Все они делали тесты крови, звонили мне через 3-4 дня и говорили, Мистер Уеровский, все ветеринары сейчас собрались в комнате и мы изублены. Мы никогда не видели настолько здоровую собаку, как у вас. Я говорил, да, потому что мой пес не ест отбросы. И еще, когда я говорю отбросы, когда я посещал Тонный Эппл Волли на протяжении 6 недель, каждый день я видел грузовик, приезжающий на стоянку. Сбоку грузовика написано, мясо, не подходящее для употребления людьми. Я смотрел, как грузовик каждый день заезжал в переулок и опустошал 3 контейнера для мусора. Прямо в компанию корма для питомцев. Отслеживать это не было сложно, поэтому веганские продукты лучше. Веганские корма для кошек не на прилавках. Нужно зайти в интернет на vegancats.com или evolution.com. Но веганские корма для собак есть во всех магазинах кормов для питомцев, которые я видел. Название Nature Sheside. Еще вопрос? Ой, извините, как я вижу, у нас истекло время. Знаете что? Спасибо большое за то, что слушали. Я ценю. Привод Роуз для канала The Animal Heart. Озвучка N5. АПЛОДИСМЕНТЫ